Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Сборна улицев начали снимать за проезд в общественном транспорте 30 рублей. В мэрии проводят проверку. Рукотворный кризис. Бывший мэр Ярового ответит в суде за срыв отопительного сезона в городе. Барнаулиц спас собаку от усыпления. Почему серьезный недуг стал фишкой хвостатого? Люди в шоке. И это еще мягко сказано. Барнаульцы начали получать квитанции на оплату ЖКХ за декабрь. И суммы в платежках их неприятно удивили. В социальных сетях горожане высказывают свое возмущение тем, что обещанные 14% повышения тарифов обернулись у кого-то в 28, а у кого-то в 46%. К примеру, за стандартную трешку у девятиэтажки за ноябрь жители заплатили 6800 рублей. А в декабре сумма в квитанции выросла практически до 10 тысяч рублей. Только за отопление в квартире площадью в 40 квадратных метров за декабрь придется заплатить 4300 рублей. Даже в самые холодные зимы такого не было, гневаются барнаульцы. При этом многие в комментариях отмечают, что приходится открывать окна, чтобы проветрить жилье. В общем, праздник преподнес «приятный» подарок, сетуют жители краевой столицы. И отмечают, что во всех полученных квитанциях обещанный предельный индекс превышен отнюдь не на 14%. Желающих получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году станет больше. Таков прогноз сотрудников Управления соцзащиты региона. Причина ясна – серьезное повышение тарифов ЖКХ. На данный момент в крае субсидий получают 80 тысяч семей, в Барнауле 39 тысяч. Кому положено возмещение расходов на коммуналку? Сложно ли его получить? Об этом в нашем сюжете. Большая семья Ольги Мерцаловой и ее супруга четверо детей – это и большие расходы. Одежда, питание, старшие посещают кружки, мама не работает с малышами дома. Квартира тоже не маленькая. Как следствие, квитанции за ЖКХ стабильно высоки. Ольга еще до замужества оформляла субсидии на жилье, а уж в сегодняшних условиях Мерцаловы долго не думали. На нашу квартиру с учетом электроэнергии и самих коммунальных услуг получается около 7 тысяч рублей. Субсидия получилась у меня практически стопроцентная, ну то есть там доплата около тысячи рублей. Кстати, как нам пояснили, размер субсидий рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от многих факторов. Ее состава, доходов, чем ниже среднемесячной, тем выше выплата. Учитывается также и где люди проживают. К слову, средний размер субсидии по краю составляет сейчас более 2400 рублей на семью в месяц. В управлении соцзащиты по Барнаулу нам рассказали, бывает, что в субсидии отказывают. Прежде всего, ее не смогут получить имеющие долги на оплату ЖКХ, но отказывают не только им. Когда рассчитывается субсидия и с учетом всех показателей и факторов, то есть и доходов и так далее, субсидия получается 0 рублей. Бывают основания для отказа, если граждане не предоставляют те документы, которые мы не можем запросить в порядке межведомственного электронного взаимодействия. То есть это, к примеру, например, сумма выплаченных алиментов, либо стипендии студентам. Список документов, необходимых для получения субсидий, можно посмотреть на сайте Минсоцзащиты края. Желающим нужно написать заявление, подать документы в МФЦ, либо на портал госуслуг. Кстати, наша героиня Ольга оформила соцподдержку, не выходя из дома, причем потратила на процесс от силы 10 минут. Отметим, субсидия назначается на полгода, а спустя 6 месяцев потребуется уже новое заявление. Кстати, в Минсоцзащиты уверены, с повышением тарифов желающих получить финансовую помощь станет больше. А тем, кто субсидию успел оформить в этом году, автоматически сделают перерасчет. И она вслед за тарифом возрастет. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Экс-глава Ярового ответит в суде за холодные батареи. Его обвиняют в халатности при подготовке и проведении отопительного сезона в городе. По данным следствия, в 2021 году Виталий Самобочий получил уведомление от директора Яровского теплоэлектрокомплекса о необходимости ремонта оборудования, а именно паровых котлов. При этом Самобочий был в курсе того, что если нарушить сроки ремонтных работ, отопительный сезон может сорваться. В итоге сдвинутые сроки привели к аварии. В ноябре прошлого года на ТЭС вышел из строя паровой котел. Долгое время у рабочих не было возможности приступить к его ремонту. Действия главы города повлекли существенное нарушение прав более 12 тысяч жителей муниципального образования, в домах которых, а также на социальных объектах, не была обеспечена нормативная температура теплосети. Кроме того, муниципальному предприятию был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 3 миллионов 600 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия Виталий Самобочий вину не признал. Уголовное дело направлено в суд. К другим темам. На Алтае оценят пожарную безопасность в домах престарелых. Масштабную проверку организует Министерство соцзащиты края. Поводом послужила трагедия в Кемерове, где недавно в частном приюте из-за пожара погибли 20 постояльцев. В домах престарелых на территории нашего края проживает почти 7 тысяч человек. Из них 5,5 тысяч в государственных учреждениях социального обслуживания пожилых людей. Всего таких заведений 48. Там по поручению Министерства соцзащиты поручено отработать с постояльцами действия при пожарах, проверить работу сигнализации. Негосударственных домов престарелых на Алтае 65. В них проживает почти полторы тысячи человек. В этих заведениях Минсоцзащиты организуют дополнительную проверку. По словам министра профильного ведомства Натальи Оськиной, если людям будет угрожать опасность, их дальнейшее проживание возьмет на себя государство. Возвращение маршрута добились жители Барнаульского микрорайона «Спутник». Спустя полтора года после множества обращений в разные инстанции на линию вернулся 110-й автобус. И теперь людям не приходится биться за места в переполненном 144-м. Подробнее в сюжете Дмитрия Дроздова. Но мы считаем это как-то несправедливо, неправильно, потому что мы являемся также частью города и нас просто отрезали от транспортной развязки. Наша съемочная группа по приглашению жителей микрорайона была в «Спутнике» полгода назад. Тогда неожиданно с линии сняли 110-й маршрут. Людей это сильно возмутило. По их словам, его маршрут был удобный, не столь петляющий, как у 144-го. И по льготным проездным можно было ездить. Однако в 2020 году мэрия решила расторгнуть контракт с перевозчиком по данному нерентабельному направлению. И остался на микрорайон с населением в 3000 с лишним человек единственный маршрут. Получается, что мы не пользуемся теми правами, которые нам предоставлены. После выхода сюжета в эфире нашего телеканала. Тема вызвала резонанс в социальных сетях. И вот спустя несколько месяцев мэрия приняла решение вернуть 110-й маршрут. Нашелся и перевозчик. Это социально важный маршрут. Во-первых, у него здесь спутник-авиатор ходил только 144-й маршрут. Но у него маршрут разница со 110-м. В каком плане? 110-й он проходит по авиатору и по спутнику, когда двигается с аэропорта и когда двигается в обратном направлении, в аэропорт. Во-первых. Во-вторых, он идет, выезжая здесь со спутника, он идет напрямую в центр города. Тем самым от микрорайона до центра дорога занимает в среднем минут 30. Это меньше, чем на другом. К тому же для удобства пассажиров создали чат, где диспетчер оперативно информирует о каких-либо изменениях маршрута. Из-за пробок или поломок. Кстати, на линии работает 4 автобуса. Ездят они четко по времени, говорят водители. Люди привыкают только еще. Мало еще людей. А в час пик? В час пик садятся. В час пик садятся много. Кому на работу надо, они уже знают, что я в центр еду быстрее. Садятся охотно, намного лучше. Особенно для нас, для пенсионеров. Этот рейс, он хороший. Они его то исключат, то по новой. Нам он очень нужен, необходим. А до этого сложно было? Очень сложно. 144-й, там одни хамы работают. Они вообще уже... Нам нужен этот автобус. Нужен. Мы уже все пристраиваемся. Уже привыкли? Да. Мы переживали, что он ушел с линии. Он был раньше. А как вы убирались до этого? Как? Один 144-й. Все. Вот как селедка. Стоя. На 110-м маршруте курсирует 4 автобуса среднего класса комфорта. Это на уровень выше, чем было. Если вдруг один из автобусов выйдет из строя, на помощь приедет автомеханик. А на линию выйдет запасной транспорт, рассказал перевозчик. Прежде он не работал на этом маршруте, но знает, насколько активно люди добивались его возвращения. Обещает их не подвезти. Сами пассажиры нарадоваться не могут такому новогоднему подарку. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. А между тем, с барнаульцев незаконно начали снимать 30 рублей за проезд в общественном транспорте вместо 28. Эта информация появилась в соцсетях от возмущенных пассажиров. Напомним, тариф повысится только 1 января 2023 года. В мэрии пообещали найти ответственных. Комитетом со всеми перевозчиками через нашу профильную службу, муниципальное предприятие «Центр Транс» была проведена работа по выявлению таких терминалов и их изъятию из работы на сегодняшней линии. На сегодняшний день ведется разбирательство по выяснению причин технического сбоя работы в терминалах. Также «Центр Транс» сейчас прорабатывается механизм возврата денежных средств тем, кто осуществил поездку по завышенной стоимости. Пассажиры, которые тоже попали в подобную ситуацию, могут обратиться на горячую линию «Центр Транса» по номеру 717820. Нескольким медикам вернули дополнительные отпуска за работу во вредных условиях. В частности, на отдых на прежних условиях труда могут рассчитывать сотрудники Краевой клинической больницы. Об этом нам сообщили они сами. Напомним, в середине декабря к нам обратились несколько врачей крупных медорганизаций региона. Представляя все врачебное сообщество, они не побоялись поднять тему отмены дополнительных отпусков за работу во вредных условиях. Ранее нашим медикам предоставляли 21 день дополнительного отдыха. После Нового года всех предлагалось перевести на новые условия труда, подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. Оно основано на письме, которое еще в августе Краевой Минздрав разослал по подведомственным организациям. Суть его следующая. Отдых, превышающий 7 дней, не оплачивается из фонда ОМС, так как теперь это признали нецелевым расходованием средств. Почти 700 врачей подписали обращение к губернатору края против такого ущемления социальных гарантий. Не совсем справедливо. С одной стороны, государство говорит, что надо увеличивать количество врачей, как-то пытается это сделать. А с другой стороны, своими действиями, наоборот, отталкивает людей от этого. У меня два человека уволились, уволились из отделения, перешли работать в коммерческие структуры, тоже медицинские. Получают примерно столько же, если не больше, но гораздо проще им это обходится. Руководству медучреждений предлагалось оплачивать из своего бюджета, превышающий 7 дней отпуск, либо сокращать его. В краевой клинической больнице изначально пошли по второму пути. Но, судя по итогам заседания комиссии по проведению коллективных переговоров, администрация краевой клинической все изменения отыграла назад. Ее новое решение вступит в силу с 1 января 2023 года. К тому же, руководство больницы решило подождать подписание официального документа на уровне края. В нем, надеются медики, будет четко прописано число дней льготного отпуска за вредные условия труда. Бийский промышленно-технологический колледж продолжает акцию, начатую Бийским государственным колледжем, где студенты еще в ноябре начали делать походные печки. Об этом в нашем сюжете. Искры сварки разлетаются в мастерской Бийского промышленно-технологического колледжа. Здесь металл превращают в крепкую печь, такую, которая способна обогреть бойцов в полевых условиях. Эстафету тепла ребята подхватили у Бийского государственного колледжа. Там еще в ноябре этого года студенты начали делать походные печки. Депутат Госдумы Александр Прокопьев помог им приобрести металл. Сегодня 50 готовых печек уже согревают наших бойцов. Мы отнеслись это с гордостью, так как всякая помощь нашим солдатам сейчас очень важна. Желающих поддержать бойцов становится все больше. К общероссийской акции мы вместе присоединились преподаватели и студенты нескольких учебных заведений края. Педагоги учреждений собрали средства на металл для новых печек и передали их в Бийский колледж. На сегодняшний день два учебных заведения, это Бийский государственный колледж и Бийский промышленно-технологический колледж, готовят студентов по профессии сварщик. Естественно, эти образовательные учреждения, они варят печки. Все остальные образовательные учреждения, мы оказываем финансовую помощь. Акция «Мы вместе» так и названа. Мы вместе. Потому что она объединяет морально, духовно. Одни точат, другие обрабатывают края изделий, а старшекурсники занимаются сваркой. К отправке готовят 18 печек. В конструкции поработали и над функционалом. Дымоотвод. Сюда будет вставляться труба и вводится из палатки ручки для удобства передаваться печки. В печке находится колосник. И сделан переход, чтобы печка заполняла бочек и плавка. Так же подумала, чтобы это было удобнее выгребать. И к этому плечом мы сварили собочек. Их не считают, что удобнее выгребать. Давайте проверим эту печку в действии. У нее есть специальные ручки, поэтому двум людям ее удобно будет переносить. Эта печка выполнена из достаточно толстого металла. То есть она не прогорит. В каждую печь ребята вложили листы с инструкцией. А в ней теплые пожелания и поздравления с наступающим Новым Годом. Уважаемые военные, наши отважные защитники, желаю вам успехов. И надеемся, что наши печки согреют вас в холодную погоду. С наступающим Новым Годом. Мария Мацавель, Ктепризин. День с толком. А дальше история, которая растопила многие сердца. Настоящее новогоднее чудо случилось с собакой Бруки, которую должны были усыпить из-за серьезного недуга. Спас жизнь четвероногому мой коллега, корреспондент нашего телеканала Дмитрий Дроздов. Подробнее в сюжете. Тут, если что, была штука для брызгалки воды. Этот хвостатый перевернул жизнь семьи Дроздовых. Бруки – это безудержная энергия. 24 на 7 ему нужно играть, бегать и кусаться. Дмитрий и Юлия сами ведут активный образ жизни, поэтому и собаку подбирали по своему характеру. Долго искали у заводчиков именно Джек Рассела. Нам, наши родственники, скидывают фотографию в социальных сетях, что вот есть такой пес, Джек Рассел, как раз таки, которого вы и хотели, но, как они сказали, с небольшим недочетом, да, наверное, что он глухой. Во-первых, взять собаку – это огромная ответственность. Во-вторых, взять глухую собаку – это, не знаю, ответственность увеличивается в 10 раз. Бруки с рождения передавали из рук в руки. Несколько раз его хотели усыпить. В семье Дроздовых пес живет месяц и уже как родной. Супруги понимают, как Бруки нужно будить, какие жесты он понимает. А еще в семье уверены – глухота Бруки – это не слабость, это его фишка. Он не лает, он не слышит, что лают другие собаки, он на них не реагирует. То есть мы идем по улице, и он не видит, например, собаку сбоку, и она на него лает, что ты типа давай поиграть, а он идет такой спокойно, мы говорим, да у нас воспитанный пес, поэтому он не реагирует на всякую мелочь. Многие говорят, что вот у вас собака глухая, как так, жалко. Нет, не надо даже порвать к нему жалости, мы сами подшучиваем над ним, поэтому это все нормально. Он любит смотреть на себя в зеркало, как безумный тряпошник раскидывает вещи из шкафа, подгрыз диван, содрал обои, досталось и медведю. Теперь некоторые вещи приходится прятать на балконе. Ну как бы вот, он был на диване, стащил медведя и разорвал. Сейчас я разорву его. Он этого еще не знает. И даже после всего этого хозяева не понимают, как можно было вообще подумать об усыплении шкодливого, глухого, но невероятно любящего жизнь пса. У нас он уже достаточно взрослый, то есть он уже, ну как бы ему год. А когда он был маленьким крошечным щеночком, как вообще можно было такое чудо? Не то чтобы усыпить, просто отдать куда-то. Это такая радость, что она у нас живет. Ирина Корчагина. День с толком. Турнир по конфу, посвященный Брюсу Ли, прошел в Барнауле. Почтить мастера боевых искусств приехали участники из разных городов России, в том числе из Челябинска, Екатеринбурга, Саратова и Москвы. Кто прошел путь дракона успешнее всего, знает наша съемочная группа. Это Никита. Кунг-фу как вид боевого искусства он начал постигать недавно. Занимается второй год. Обучение проходит в онлайн-режиме. Когда я по ютубу давно слышал про кунг-фу, а потом тут папа решил нас записать на кунг-фу. И я был согласен с этим решением. То, что ты показывал здесь, как это называется? Это называется второй базовый 20 рук этих чань-чуань. За это время мальчик успел стать чемпионом республики Алтай. Вчера занял первое место в своей категории. Соперники оказались достойными. Всего на турнир приехало 169 участников из 270 заявленных. Причина – эпидемиологическая обстановка. Мы вот уже третий раз сюда приехали. И у нас сколько? Четыре участников. Техника формирует навыки самообороны, чтобы каждый человек смог за себя постоять, кто практикует данную технику. А основная цель наших занятий – это укрепление здоровья подрастающего поколения и взрослых также. Стиль винчун или техника деревянного манекена – одна из мастерских техник кунг-фу. Всего в кунг-фу пять дисциплин. Однако в турнире используют не все. Три дисциплины. Мы здесь представляем – это кунг-фу уи, демонстрационная техника, как раз то, что спортсмены сейчас у нас показывали. Кунг-фу дадзинь – это бои на мягких, нетравмоопасных мячах. Они в защитной экипировке и уже фехтуют. Там уже в полный контакт идет фехтование. И еще одно направление – это кунг-фу туй-шоу, выведение из равновесия. Участники состязаний подчеркивают – кунг-фу – эффективное единоборство, у которого растет число последователей. И юбилейный турнир – очередное тому подтверждение. Он собрал людей из разных уголков страны от пяти до семидесяти восьми лет. Некоторым из них удалось получить звание кандидата в мастера спорта. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на «22 кнопки» и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции – 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...